Здравствуйте! В 30-х годах 20 века австрийская армия заказала фирме Zaurer спроектировать и произвести небронированный артиллерийский тягач на колесно-гусеничном ходу. Прототип машины увидел свет в 1935 году. Он имел обозначение RR-5. К 1937 в его конструкцию был внесен ряд изменений и обновленный тягач получил номинование RR-7. Серийное производство было начато уже через год, но успели собрать лишь 12 из 160 заказанных экземпляров. Сейчас у себя на экране вы видите редкую фотографию, на которой запечатлен исходный вид артиллерийского тягача RR-7. Кстати, аббревиатура RR это сокращение от колесно-гусеничной. По задумке фирмы Zaurer, тягач имел кабину как открытого, так и закрытого типа, а также тканевый, реже металлический квадратный кузов для перевозки расчета орудия или армейского имущества. Но производство было остановлено Саншулисом Австрии в 1938 году и запущено вновь уже в Германии в 1940. Давайте разберемся, какие изменения были внесены немецкими инженерами, но для начала рассмотрим самое необычное – ходовую часть RR-7. Она состояла из четырех колес по два на борт, ведущими из которых были только передние, с помощью них также осуществлялся поворот при движении по дорогам. Они были закоплены на специальном механизме и убирались вверх по команде водителя до положения выше нижней кромки гусениц, после чего тягач мог передвигаться по пересеченной местности на гусеницах. Гусеничная ходовая часть состояла из шести опорных катков с пружинной подвеской, а также трех поддерживающих катков переднего ведущего и заднего направляющего колеса на каждый борт. Я думаю, что для полного счастья механикам не хватало знаменитой подвески Книп Кампа, обзор на которую есть у меня на канале, ссылку на него вы видите вверху экрана, советую посмотреть. Большинство источников приводят информацию, что операция по смене движителя происходила за 20-30 секунд с экипажа внутри. Но, по моему мнению, данный показатель немного занижен. Скорее всего, реальное время было в районе одной минуты. Итак, после изучения технической документации, а также захваченных 12 тягачей, немцы в первую очередь спроектировали и установили новый бронированный корпус. По форме его можно отнести к семейству 250-й серии, а ближе всего к СДК-ФЗ-253. Теперь решетка радиатора прикрывалась 15-мм сплошной бронеплитой. Далее шел бронекороб для моторно-трансмиссионного отсека. За МТВО в кузове располагалось отделение управления. С правой стороны в лобовой части было спроектировано окно с бронезаслонкой, в которой имелся смотровой прибор для водителя машины. С левой стороны было место командира. Вне поля боя данная заслонка была открыта и обеспечивала лучший обзор. Дополнительно смотровые приборы находились с двух сторон в бортах отделения управления. Сами борта машины были разделены на расширяющиеся крыши верхние и прямые нижние, которые скрывались за ходовой частью. Сам корпус был закрытым как сверху, так и с кормы. Для посадки и высадки экипажа у машины справа борта, ближе к водителю, имелся трапециевидный люк, крышка которого откидывалась вниз. На крыше было расположено два люка, один круглой формы, другой прямоугольный. Они закрывались двумя распашными крышками. В корме располагалась большая двухсворчатая дверь. Корпус был сварным и изготавливался из листов катаной стали толщиной от 15 мм в самых толстых местах, в частности во лбу, до 6 мм у днищей крыши. Бронелисты были установлены под рациональными углами наклона. Уровень бронирования позволял защитить узлы и агрегаты машины, а также его экипаж от обыкновенных пуль калибра 7,62 мм. Габаритные размеры новой машины были следующими. Длина более 4,5 м, ширина 1,9 м. На колесах высота достигала 2,2 м, на гусеницах тягач имел более низкий силуэт 2 м. Бронирование увеличило боевую массу почти до 6,5 тонн. Так к чему же пришли немцы? Во-первых, они не стали отказываться от первоначальной цели, а именно начали применять РР-7 в качестве тягача для 37-мм противотанковых пушек с расчетом буксируемого орудия и прочего. А во-вторых, они дооборудовали машину для использования артиллерийскими наблюдателями и разведчиками. В-третьих, корпус позволял брать на борт до 5 полностью укомплектованных солдат, что делало ее еще и бронетранспортером. Таким образом, после всех доработок машина получила фирменное обозначение РР-7-2, а немецкая армия приняла ее на вооружение под обозначением SDKFZ-254. Для выполнения новых функций машина оснащалась различными радиостанциями с дальностью связи 30 и 50 километров и рамочной антенной, которую позднее заменили на штырьевую. Давайте теперь поговорим о подвижности. Как мы уже с вами разобрались, в передней части машины находился моторный отсек. В нем размещался четырехцилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения Zaurer CRDV. Доступ к мотору с целью проведения ремонта или технического обслуживания обеспечивала откидная крышка люка, расположенная в крыше моторного отсека слева. Двигатель развивал максимальную мощность в 70 лошадиных сил. Это позволяло передвигаться по шоссе и дорогам с твердым покрытием с максимальной скоростью в 65 километров в час. При этом запас хода составлял 500 километров. Стандартная автомобильная коробка обеспечивала 4 скорости вперед, по другим данным 5, и одну назад. Если же экипаж переходил на гусеничный движитель, то скорость не превышала 30 километров в час, а дальность передвижения значительно падала. Сейчас на своих экранах вы видите фотографии, которые я нашел на одном из немецких форумов. Как утверждает человек их выложивший, это снимки из семейного архива, якобы он является родственником одного из конструкторов или дизайнеров фирмы Zaurer. Как бы то ни было, на них хорошо виден двигатель, а также установка двух автокранов. Вот такое нестандартное применение. Кстати, общее количество всех выпущенных машин, как Австрии, так и Германии, 140 штук. Что касается боевого применения, то SDK FZ-254 начали активно использовать с 1941 года. Машины несли службу в штабных подразделениях и дивизионах артиллерийской разведки, а также в моторизованных артиллерийских полках, принимали участие в боевых действиях на Балканах, в Северной Африке и на Восточном фронте. При этом все африканские бронемашины были потеряны в боях с войсками союзников к исходу 1942 года. Что касается войны с СССР, то на этом фронте машины встречались крайне редко. Однако, по некоторым данным, даже после официального вывода из эксплуатации, SDK FZ-254 применялись на Восточном фронте вплоть до 1944 года. В силу своей специализации машина не использовалась в прямых боестолкновениях, но на тот редкий случай, если SDK FZ-254 была вынуждена вести огонь, то в ее распоряжении находился штатный пулемет Шварц-Лоза калибром 7,92 мм, который немцы впоследствии заменили на МГ-34. Обычно он останавливался на крыше на правом борту корпуса, однако при необходимости его можно было перенести в любое другое место. Боекомплект состоял из 2000 выстрелов. При подготовке данного материала я наткнулся на несколько интересных полевых модификаций, которые я и предлагаю рассмотреть. Сразу скажу, что некоторые фотографии вызывают недоверие, и я до конца не уверен в их подлинности, однако большинство обсуждений на специализированных форумах сводится к тому, что такое вполне могло быть. На первой фотографии мы видим SDK FZ-254 с башней от Panzerkampfwagen 1 и скорее всего с двумя пулеметами МГ-13 калибром 7,92 мм. Надпись Photoshop 44 как бы намекает нам на то, каким образом появилось данное изображение, однако это никнейм продавца исходника на ebay, и он довольно известный. Как бы то ни было, я вполне допускаю, что на месте круглого люка немецкими умельцами могла быть смонтирована одноместная башня. Тем более другие изображения говорят о такой возможности. На следующих фотографиях видно SDK FZ-254 с установленной башней непонятной конструкции, но в итоге я пришел к выводу, что это одноместная башня от двухбашенной модификации советского легкого танка Т-26. На первых трех фотографиях плохого качества нам показывают немецких военнослужащих, которые позируют уже на готовые модификации. Следующая фотография скорее всего сделана там же, однако если присмотреться к башне, то можно увидеть, что пулемет демонтирован. Таким образом довольно сложно определить, использовали ли экипаж в будущем советский штатный пулемет ДТ-29 калибром 7,62 мм, которые применялись на двухбашенном Т-26, или же он был заменен на другой. Но и это еще не конец истории. Сейчас у себя на экране вы видите фотографию, предположительно сделанную в Италии, на которой отчетливо видна наша машина SDK FZ-254 с башней от двухбашенного Т-26. А вот пулемет мне идентифицировать не удалось. Я конечно не берусь утверждать, что это уже знакомая нам машина, но учитывая, что их всего было произведено 140 штук, шанс встретить другую SDK FZ-254 с башней от двухбашенного Т-26 крайне мал. В общем, забавный случай, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Что же касается послевоенной судьбы машин SDK FZ-254, то большинство из них было утилизировано. Некоторая часть попала в руки местного населения и использовалась ими для цели частного и народного хозяйства. На сегодняшний день я не могу подсказать, осталась ли хоть одна машина в общедоступном музее. Спасибо, что досмотрели, надеюсь вам понравилось. Если так, то не забудьте поставить лайк, есть что добавить или исправить, то жду вас в комментариях. Буду благодарен, если вы поделитесь данным видео с друзьями и знакомыми, а также поучаствуете в его продвижении. Рекомендую посмотреть обзоры, которые у вас на экране. А на сегодня это все. Удачи!